Троллинг вместо уважительного отношения теперь приходится испытывать на себе постоянным представителем России при ООН. За последнее время дипломаты всего мира устали слушать из уст россиян росказни о грязных бомбах и боевых комарах. И даже начинают шутить над рупорами путинского режима. Подробнее далее в эфире. В очередной раз читая с листочка позицию российской стороны пост пред в совбезе ООН, Василий Небензя несколько раз запинается, однако в целом держится неплохо. Озвучивая информацию о том, что оккупационным войскам в Украине угрожают так называемые боевые комары, зараженный неким вирусом Небензя сохраняет серьезный вид. Сложно представить, каких усилий ему это стоит. Такой беспилотник транспортирует заданный на район контейнер с большим количеством комаров, переносчиков инфекции и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний. Пояснение прямо подчеркивается, что зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи, в силу чего, цитирую, заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самое современное вооружение и военная техника. Фигура Василия Небензи в ООН в последние месяцы приобрела весьма сомнительную репутацию. К его словам, коллеги уже не просто не относятся серьезно, а даже подшучивают над горе дипломатом. Россия предупреждает, что биологические патогены будут разносить летучие мыши, птицы, комары. Россия известна, что в лабораториях изучают мигрирующие виды для того, чтобы выявлять патогены. Это обычная практика. Но вот только летучие мыши и птицы не соблюдают суверенные границы, так же, как и Россия. Остро и с раздражением выразился насчет угрозы нападения боевых комаров представитель Албании Ферит Хаджа. По словам дипломата, у Совбиза ООН есть более важные дела, чем слушать бессмысленные заявления Небензи, которому, видимо, просто нравится выступать. Это уже четвертое или пятое заседание, я уже даже запутался, коллеги. Так вот, я задаю вопрос, что Совету безопасности нечем больше заняться. Мы уже на протяжении долгого времени слушаем заявления Российской Федерации, но в очередной раз сегодня господин Эба-докладчик подтвердил, что никаких доказательств и подкреплений этим заявлением России не существует. Интересно, как эти комары проводили бы различия между русскими и украинцами? Не забывает потрунивать над россиянами и украинский постпред Сергей Кислица. Заметив, что Василий Небензи время от времени покидает зал во время заседания и, видимо, не в состоянии выслушивать правду, Кислица объяснил это силой экзорцизма. А после того, как другой российский дипломат Дмитрий Полянский пригрозил ООН пересмотром сотрудничества в случае начала расследования об участии иранских дронов в украинской войне, Кислица назвал это, цитата, воистину дебильной логикой.